Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова предлагаю вернуться на финансовые рынки и, разумеется, посмотреть на те интересные события, которые сейчас являются, по сути, фундаментальным двигателем рынка. Эта неделя, может быть, будет не такая интересная, как прошлая, хотя это тоже очень спорный момент, потому что мы все ближе становимся к двум ключевым фундаментальным событиям последних месяцев, а, может быть, даже еще более длительные перспективы, поскольку у нас на повестке ближайшего времени заседание ФРС и Европейского центрального банка, где мы предвкушаем возможность изменения вектора монетарной политики. Если в рамках ФРС мы, по сути, готовы все-таки и даже с учетом наших детальных, наших аналитических сводок дождаться все-таки решения по повышению процентных ставок, то, что касается Европейского центрального банка, здесь несколько другой подход, и это дополнительные меры экономического стимулирования, которые направлены на спасение экономики и преодоление тех рисков, которые характерны, в принципе, для всего валютного блока. Заседание ИЦБ состоится уже совсем скоро, в частности, 3 декабря, но до 3 декабря, разумеется, у нас много еще полноценных торговых сессий, и продолжим следить за новостным фоном, и поскольку с большей долей вероятности, скорее всего, нас ожидает еще масса слабых макроэкономических данных, я думаю, что каждый из последующих отсчетов мы будем использовать в качестве дополнительного фактора для подстегивания, скажем, нашей уверенности в том, что ИЦБ не будет тянуть резину и все-таки перейдет к более агрессивному выкупу активов. Для евро это серьезный негативный фактор, который будет создавать такие же серьезные основания для движения в район пуритета. Но обо всем давайте поговорим поподробнее. Напомню, что сегодня, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонусы на пополнение. Величина бонуса сегодня 11%, действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра, и у вас есть полноценные торговые сутки, чтобы воспользоваться этим предложением. Кодовое слово на сегодня канал. И также хочу воспользоваться возможностью пригласить вас сегодня на свой еженедельный вебинар, который состоится в 15.30 по московскому времени, где мы традиционно анализируем прошлое, скажем, фундаментальное наследие, с которым мы переходим в новую неделю, ключевые макроэкономические события, смотрим за тем, как активы отреагировали на них, также наиболее популярные с точки зрения спекулятивного трейдинга. После обращаемся к основным макроэкономическим релизам этой недели. Ну и заключительным традиционным слайдом я предлагаю недельные, как раз целевые, ценовые ожидания по наиболее ликвидным дуэтам валютных активов. В 15.30 по московскому времени, соответственно, буду рад вас всех там видеть. Ну а теперь давайте переходить к нашему традиционному, привычному сценарию. И начнем с динамики черного золота бренда. В частности, к лос прошлой недели 44-47 мы видим то, что бренд находится по-прежнему под давлением. И даже несмотря на закрытие символичным плюсом в пятницу, я считаю то, что нефть, WTI, бренд вот уже буквально сегодня могут подхватить негативные тенденции прошлой недели и продолжить полномерное снижение. Наш ближайший ценовой ориентир находится ниже 43 долларов за баррель, но совсем уже долгосрочная идея 40. Но я думаю, что если все будет развиваться по тому сценарию негативному для нефти, который я предполагаю, и если, скажем, спустя какое-то время мы снова сделаем существенный акцент на гиперизбыточное предложение и на недостаточный спрос, у этой долгосрочной инвестиционной идеи, а точнее даже у возможности просесть по бренду WTI еще ниже даже, ну, по бренду ниже 40 долларов за баррель, появятся дополнительные, соответственно, триггеры и стимулы. Что касается символичного прироста пятницы, я думаю, что он был связан с публикацией данных по количеству буровых в США. Количество увеличилось с 564, точнее, не увеличилось, а сократилось с 574 до 564. То есть, если буквально неделю назад мы констатировали небольшой прирост и использовали это в качестве фактора давления, то сейчас несколько другая статистика. Но мы знаем то, что сокращение количества буровых, в принципе, тренд долгосрочный, он наблюдается уже на протяжении практически года, и это никак не влияет на объемы производства, потому что в рамках США каждый месяц, ну, без, скажем, некоторых исключений, мы констатируем увеличение выработки. Что касается других серьезных факторов по черному золоту, у нас ОПЕК, ближайшее заседание, которое пройдет вот буквально через две недели. Мы ориентироваемся на еженедельную квоту, точнее, ежедневную квоту, которая на текущий момент по ближневосточному картелю в рамках всего объединения составляет 30 миллионов баррелей в сутки по добыче. Фактически, объемы находятся выше, и я считаю то, что, как и в прошлый раз, это заседание ОПЕК можно будет использовать в качестве серьезного фундаментального повода для того, чтобы занимать еще более подготовленные, выверенные и стратегические шорты, потому что ОПЕК с большой долей вероятности будет и дальше лоббировать свою долю на рынке, и, разумеется, не станет создавать для себя препятствий, вследствие которых цены на них могут восстановиться, и восстановление цен, скажем, по идее, может создать условия для развития энергетической конъюнтуры, роста объема производства в других производителях, особенно тех, которые специализируются не на традиционном разведывании, а на сланцевом производстве. Здесь я провожу параллели с Соединенными Штатами Америки. В данном случае ОПЕК будет придерживаться своей политики экспансии, расширения своего влияния на рынки энергетических ресурсов, и все, что им нужно для этого делать сейчас, это толкать цены еще ниже. Чтобы сделать это, добиться, скажем, такого эффекта, нужно, по крайней мере, сохранить квоту на прежнем уровне. Я обозначал риски того, что партнерство ОПЕК в ближайшее время может быть расширено другими уже участниками, в частности, Индонезии. Если это произойдет, вероятность высока. Значит, будем наблюдать даже логично расширение производства, поднятие квоты. Ну, а фактически объемы они с также большой долей вероятности будут находиться на еще более превалирующем уровне. Поэтому по Brent, также продолжим на этой неделе следить за запасами. Вероятность того, что запасы снова вырастут велика. Поэтому я считаю, что и в рамках этого, скажем, забега дистанции на 5 полноценных торговых суток у нас появятся дополнительные факторы для того, чтобы разгрузить позиции Brent. Собственно, делаем прежнюю коррекционную ставку и не отказываемся от долгосрочного посыла, направленного на еще большее ослабление углеводородов при Brent и WTI. Что касается российской валюты. Актуальные котировки 64.85, пока никак рубль не может снова подняться. Точнее, ослабно против доллара выше 65. Но я думаю, что это дело наживное в негативном, конечно же, смысле. И в ближайшее время мы, собственно, это и увидим. Сопротивление 65 пока держится, но стоит только нефти, в принципе, продемонстрировать рынку, что этот актив по-прежнему заряжен на снижение. Мы, в частности, сейчас на азиатской торговой сессии видим, как Brent уже проседает. Думаю, что и сегодня, после того, как откроются торги, рубль получит все-таки, точнее, доллар, еще одно фундаментальное преимущество и сможет подтеснить позиции российского актива. А значит, с большой долей вероятности полагают, что сегодняшнюю торговую сессию мы закроем выше 65. Говоря про нашу традиционную параллель, которую мы проводим по стоимости, точнее, даже по рублевому эквиваленту стоимости барреля нефти, чтобы определить достаточность суммы для пополнения бюджета Российской Федерации. На текущий момент сумма, фактическая цена барреля нефти находится уже далеко ниже 3 тысяч рублей, фактически 2867, вот посчитал буквально несколько минут назад. Значит, стоит по-прежнему ожидать девальвации российской валюты. Как только с рынка исчезнут такие позитивные факторы, как возможность снятия финансово-экономических санкций, ну, конечно же, для российской экономики это было бы несомненное благо. Но пока это только спекулятивная среда, рынки обсуждают такую вероятность, якобы, поскольку Германия, Франция и Соединенные Штаты Америки все-таки начнут обсуждать возможности такого четкого, осознанного единства с Россией, чтобы противостоять общему узлу, который сейчас представлен в мировой экономике, это терроризм и исламское государство. Соответственно, если эта борьба будет, скажем, объединена, скажем, общими порывами и посылом, тогда да, мы продолжим спекулировать на тему позитивного такого фактора, как потенциальное снятие экономических рестрикций против России. И если это произойдет, это непременно окажет поддержку российской валюты. Но пока это только чрезмерно оптимистичные ожидания. Я думаю, что рубль, в частности, уже неплохо набрал по факту этого позитивного фона и уже полностью дисконтировал, ну, локально пока в стоимости, скажем, эти ожидания. А значит, сейчас все-таки было бы логично снова ориентироваться на нефть, отталкиваться от этого актива и лететь, собственно, дальше против своих основных конкурентов доллара и евро. По российскому валютному активу мы ждем движение выше 65, ближайшая цель 67. Ну, а долгосрочный ориентир, он пока без изменений, это сопротивление 70. Идем дальше. Европейская валюта против доллара снижается, снижается очень неплохо. В частности, с локального хая пятничной торговой сессии 1.07.36 пара уже потеряла больше 120 пунктов. В актуальной котировке 1.06.13 мы руководствовались, помимо долгосрочного посыла снижения в район 1.05, а потом уже замахнемся на паритет еще и к косочной цели через селл-стоп с уровня 1.07.50. Я обозначал в качестве целевого ориентира 1.06. По сути, если посмотрим на минимальный уровень сегодняшней торговой сессии, мы добрались до этого рубежа 1.06. Получается, сделка закрыта. Что делаем дальше? Долгосрочным инвесторам ничего делать, собственно, не нужно. Все, что нужно было сделать, вы сделали, оказались в селе с хороших уровней. Сейчас просто стоит удерживать эту позицию, потому что пока мы сыпемся с европейской валютой только на ожиданиях, но впереди еще серьезный триггер. Это фактическое решение, которое непременно станет причиной еще большей разгрузки главного валютного риска. Для краткосрочных трейдеров предлагаю сегодня пока остаться вне рынка. Мы все-таки уже получили хороший профит. Завтра проанализируем сегодняшние отчеты по PMI, производственной активности Германии и Еврозоны. Но я думаю, что, скорее всего, статистика будет слабой, потому что для улучшения этих показателей за месяц не было осознанно родным счетом ничего. Мы констатировали слабость промышленного сектора, сектора услуг. И вот последние данные по ВВП Германии и Еврозоны, которые, в принципе, снова вернули нас к угрозе рецессии, к серьезным экономическим проблемам, к факту, опять же, дисконтирования в национальной экономике понижательных рисков со стороны развивающихся рынков Китая. И полномерно весь этот фон вывел нас на те ожидания, которых мы придерживаемся очень давно, ожидания по необходимости поддержки экономики через дополнительные меры экономического смягчения. В общем, все это создает очень неплохие основания для снижения европейской валюты и подготавливает нас к тому, что без, скажем, воздействия дополнительных мер экономического стимулирования вряд ли вот этот негативный тренд по статистике будет изменен. Я считаю то, что он продолжится, и в лучшем случае, когда мы сможем выйти на хоть какое-то подобие фундаментального позитива в рамках всего валютного блока, это будет не раньше второго квартала 2016 года. Но это опять же, если ЕЦБ пойдет на эти дополнительные шаги, и они начнут положительным образом влиять на экономику и сказываться, соответственно, на ключевых факторах, которые и создают основания для экономического расширения. По европейской валюте совершенно ясно то, что евро продолжает удерживать статус рыночного унсайдера. В ближайшее время это не изменится. В пятницу мы анализировали данные по индексу цен производителей Германии, отчет, который напрямую создает основания для роста индекса потребительских цен. Констатировали очередное снижение годовой показателей минус 2,3% против прогноза 2%. Плюс ко всему, в пятницу состоялась конференция председателя ЕЦБ Марио Драги, где он в очередной раз не отказал себе в удовольствии обратить внимание всех участников рынка на полномочия ЕЦБ, на мандат, который может быть задействован через, опять же, решение программы количественного смягчения, продление их сроков и снижение процентных ставок. В принципе, Драги четко дал понять рынку, что ЕЦБ готов задействовать весь инструментарий, чтобы подстегнуть индекс потребительских цен, потому что слабая потребительская активность, она и является одним из ключевых факторов таких ничтожных показателей по экономическому расширению, особенно для такой развитой экономики, как Еврозон. Будем надеяться, что в отличие от прошлых мер, когда ЕЦБ запустил программу QE на 60 миллиардов евро в месяц, ее расширение будет иметь положительные последствия и позволит разогнать индекс потребительских цен. Но я думаю, что, наверное, какие бы сейчас агрессивные шаги не предпринял ЕЦБ, все-таки нужно еще надеяться им на то, что и энергоресурсы начнут постепенно отрастать в своей стоимости. Я считаю то, что это пока преждевременно, все-таки мы, как я уже отметил, делаем больше сейчас ставку на возможности еще более серьезного снижения, а значит, будем следить, опять же, за сверхмягкими мерами, за мягкой экономической монетарной политикой со стороны Европейского Центрального Банка и будем пользоваться теми возможностями, которые нам дает рынок. По сути, дарит. Это возможности, которые предполагают ослабление европейской валюты. Также хочу еще провести параллель с европейским фондовым рынком. В пятницу он закрыл неделю, да и, в принципе, не только неделю, а более даже, скажем, растянутый интервал времени на очень высоких уровнях. По сути, европейский рынок добрался до трехмесячного максимума, опять же, в предвкушении дополнительной поддержки со стороны ЕЦБ. И я отмечал уже неоднократно, что в случае, опять же, отталкивания и поиска факторов для влияния на европейскую валюту со стороны европейского фондового рынка можно использовать элементарный хеджевый механизм. Если европейский фондовый рынок растет, значит, этот рост будет хеджироваться через короткие позиции по европейской валюте. Поэтому до 3 декабря я считаю то, что и фондовый рынок будет создавать достаточно оснований для ослабления евро. Возможно, мы увидим какосрочные выпады. Может быть, они будут существенными в несколько фигур. Но ни в коем случае не позволяйте даже этим случайным выпадам, как это было ближе к концу прошлой недели, повлиять на ваше стратегическое долгосрочное позиционирование, которое должно быть направлено на ослабление главного валютного риска. И это позиционирование имеет массу поводов и аргументов с точки зрения фундамента. Поэтому по европейской валюте с долгосрочными целями стоим в районе 1.05 и потом будем искать уже возможности даже движения в район паритета. Доллар японская иена. Здесь актуальные котировки 123.18. Доллар снова возвращается к росту. Факторов поддержки очень много. Статистика, протоколы. Напомню, что на прошлой неделе мы анализировали протоколы. Даже учитывая, что протоколы по сути отражали оценку и взгляд монетарного руководства на дальнейший вектор монетарной политики до еще публикации сильных данных по рынку труда и инфляции. И эти взгляды были исключительно жесткие. Значит, сейчас у нас должно быть еще больше уверенности в том, что истинная позиционирование, она на самом деле еще более жесткая должно быть. Поскольку по рынку труда мы констатировали серьезный прогресс. Ставка, уровень по безработице 5% уже достигнут. Инфляция отрастает. Пока мы делаем, конечно же, выводы об этом по реальному росту заработных плат и фактическому приросту месячного показателя. Но здесь очень позитивная статистика. Я считаю, что эти данные можно использовать в качестве основания для последующего роста и движения индивидуальных потребительских цен к своему целевому значению в 2%. На это, конечно же, потребуется время. Но раньше мы не видели даже задатков для этого роста. А сейчас они есть. Плюс ко всему, представители ФРС комментируют, разумеется, монетарную политику. Напомню, что у нас на прошлой неделе Дадли, Локарт, Мейстер и все они высказались весьма недвусмысленно в пользу того, что отдадут свои голоса за необходимость повышения процентной ставки. И заключительным аккордом прошлой недели, в частности, была конференция Дадли. Но мы знаем уже давно позицию этого представителя, голосующего члена американского мегарегулятора. И прекрасно понимаем то, что его комментарий и его авторитет, он, скажем, очевиден в рамках монетарного руководства. И я считаю то, что его позиция постепенно начнет перениматься и другими представителями. А значит, мы выходим на декабрьское заседание с четким осознанием того, что ФРС, скорее всего, будет действовать и все-таки поднимет процентные ставки. Что касается этой недели. У нас данные по ВВП и заказы на товары длительного пользования. Забегая вперед, ожидаю хороших данных от этой статистики. А значит, будем надеяться, что наша длинная идея по доллару получит еще дополнительное фундаментальное подтверждение. USD и иены ждем назначения 125 и поскольку доллар, в принципе, уже стал активно прессинговать на своего защитного конкурента японскую иену, полагаю, что на этой неделе мы сможем набрать, наверное, даже больше 100 пунктов. И, соответственно, вплотную уже приблизиться к нашей цели в районе 125. Далее идем. Фунт против доллара. Здесь один исключительный негатив. Я, в принципе, не отказываюсь от своих таких же негативных посылов по британцу. Тот рост, который мы наблюдали недели ранее, я отмечал, что это исключительно ложный выбор. На него не нужно вестись, поддаваться, потому что мы видели рост даже тогда, когда объективная актуальная статистика указывала на то, что фунт нужно активно распродавать. И вот, по сути, важнейший отчет, один из важнейших отчетов прошлой недели – это индекс потребительских цен в рамках Англии и роничные продажи. Здесь индекс потребительских цен так и остается на отрицательной территории. Что касается роничных продаж, были, конечно же, смутные надежды даже лично у меня, что в преддверии, опять же, новогодних праздников роничные продажи, активная потребительская активность сможет подстегнуть темпы экономического роста, ну или стать хоть каким-то стимулом для расширения экономики. Но, судя по тому, что роничные продажи сейчас находятся в месячном эквиваленте на минимальном уровне за год, я считаю то, что вот это предновогоднее ралли с точки зрения активности уже не состоялось и вряд ли состоится. Поэтому следующие данные по экономическому решению будут еще хуже, чем прошлые. И мы снова вернемся к тому, что Банк Англии не видит оснований сейчас повышать процентную ставку, не найдет этих оснований, скорее всего, до 2017 года, не видит оснований для роста индекса потребительских цен тоже. В лучшем случае целевой показатель будет достигнут также не ранее 2017 года. Поэтому фунт у нас долгосрочно также остается аутсайдером. И я считаю то, что можно придерживаться прежней идеи, которые направлены на возможность ослабления пары фунт-доллара в движении в район 1.51 или 1.50. В частности, как косочная цель и инвестиционная идея. Селс-стоп с уровня 1.50-1.50, тейк-профит 1.50, стоп-лосс 1.52. Еще пару слов хотел сказать про канадцы, потому что актуальный актив сейчас, учитывая то, что в пятницу были опубликованы данные по индексу потребительских цен и роничным продажам. Но здесь только печальная статистика. Роничные продажи минус 0,5%. Значит, последние надежды были на то, что если уж не рынок труда, то хотя бы, точнее не рынок недвижимости, то хотя бы потребительская активность сможет поднять показатели ВВП. Поскольку роничные продажи находятся также на многомесячных минимумах, я считаю то, что это вряд ли произойдет. И индекс потребительских цен, в частности, месячный эквивалентно 0,1%, годовой 1%. Может быть, в идеале вы увидите инфляцию повыше. Но инфляция позиционно, долгосрочно снижается, опять же, реагируя на слабые цены на энергоносители. Для нас это еще один фактор, еще одно основание дождаться, возможно, скажем, тактическое решение со стороны Банка Канады, направленное на еще одно снижение процентной ставки. Сейчас мы видим то, что USDCAD очень неплохо растет, в частности, за последние две торговые сессии прибавило около 100 пунктов. Актуальные цены 1.3385. Наша цель 1.35. Для нее остается, по сути, чуть больше 100 пунктов. Еще чуть-чуть и доберемся. Собственно, на этом все. Исходя из содержания экономического календаря на сегодня, важный отчет 11.30 ПМА Германии и в 12.00 по московскому времени это ПМА Еврозоны. Забегая вперед, как я уже отметил в начале брифинга, скорее всего, статистика будет слабая, значит, на евро будет оказан дополнительный фундаментальный прессинг. Величина бонуса на сегодня 11% кодовое слово «канал». Если есть вопросы, вы можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube, либо непосредственно писать в аналитическую ветку на форуме Амаркетса. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.